Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня поговорим о важных вопросах, потому что все они связаны с работой жилищного триеста. Ну, собственно говоря, все то, что связано с жилищем в городском округе Люберцы, о том, как это работает, о том, как начался отопительный сезон, лифтовое хозяйство, ремонт подъезда. В общем, тем очень много. И обо всем этом нам сегодня расскажет наш гость, главный инженер акционерного общества Люберецкий городской жилищный трест Сергей Евгеньевич Макаров. Здравствуйте, Сергей Евгеньевич! Ну, давайте, наверное, сразу же объясним, не все, может быть, в курсе, что такое Люберецкий городской жилищный трест, почему он так называется и каковы основные его задачи сегодня? Городской жилищный трест – это организация, это, прежде всего, управляющая компания, которая управляет на сегодняшний момент 1148 домов. Макаде. Макаде – это? Многоквартирный дом. Дом. Так, чтобы мы понимали всем, как мы. Да, 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 да. Ну, чтобы вы понимали, значит, фонд у нас очень большой и разнообразный. И такой, ну, прямо скажем, живой пример. У нас самый старожил из домов – это, например, вот, допустим, железнодорожная, дом 4. Год выпуска – 1910 год. Круто. Еще при царе и батюшке. Вот. А, допустим, самый свеженький, самый молодой дом – это у нас на Льва Толстого, дом 17А 2020 года выпуска. Свеженький совсем. Молодой еще, да. Да, поэтому у нас разброс, и надо подстраиваться и выполнять работу и на более таком, скажем, зрелом возрасте и уже на, как говорится, молодых. Потому что на более молодых там уже технологии чуть другие. Ну, вот тут, кстати, сразу же перед тем, как вы расскажете конкретно вот некое такое вступление по поводу жилищного треста, все-таки у некоторых людей такое мнение, что вот трубы, да, они, может быть, старые, но они были типа чугунные, а сегодня совсем другие. И некоторые сомневаются, может быть, лучше, особенно когда люди там выбирают, где жить. Кто-то выбирает дом свежий, да, новостройку, кто-то выбирает вторичку именно по принципиальным соображениям, что там уже все выстроено, все работает и так далее. Вот если сравнивать те же трубы 10-го года дома и 20-го, можно сказать, что сегодняшние технологии гораздо дальше ушли? Или все-таки оттуда что-то мы еще берем из прошлого для жилищного хозяйства? Вы знаете, все меняется, и, соответственно, все коммуникации инженерные, они меняются. То есть, если мы берем даже вот старенькие, скажем, дома выпуска, хотя не хочу называть их старенькими, вот, действующие, да, просто возрастные дома, практически все меняется. То есть, отопление, трубы меняются, канализация, то есть, на пластик меняется, то есть, все на более современное. То есть, это не сразу одним днем, это постепенно, где-то есть, скажем, такие моменты, куски, потому что это, ну, трудно заменяемые сразу. Да, то есть, их приходится все равно менять. И все же, чем занимается Люберецкий городской жилищный трест? Потому что, я так понимаю, и люди могут к вам обращаться, мы назовем сегодня определенные телефоны, по которым можно будет дозвониться, если, не дай бог, или авария, или наоборот какие-то, может, благодарность кто-то захочет высказать, такое тоже бывает. Вы же не просто так работаете, для этого есть какие-то законодательные документы, да? Да, есть, мы, вся наша работа построена целиком и полностью в рамках российского законодательства. У нас основные правовые документы, жилищный кодекс, это... Без него никуда? Без него никуда, да. Это также, это постановление правительства Российской Федерации, это 354-е постановление, 491-е, 170-е и 416-е. Они как бы регулируют весь этот процесс. Да, это основные наши документы, по которым мы работаем. Ну, и по которым, естественно, граждане, особенно подкованные, могут вам, может быть, и претензии какие-то предъявлять. Вот давайте мы, наверное, начнем с самого сегодняшнего дня, на сегодняшний день, наверное, такого важного вопроса. Отопительный сезон стартовал. Насколько он стартовал в городском округе Люберцы? Были ли какие-то проблемы? И как вы к нему готовились? Потому что вы же, наверное, еще готовь с Аней летом, да? Как сегодня вы оцениваете вот этот момент отопления в Люберцах? Ну, я хочу сказать, я начну с самого главного. Начало отопительного сезона в нашем городском округе начинается с постановления администрации городского округа Люберц. Постановление вышло 23 сентября 2024 года, о начале отопительного сезона 2024-2025 год. На объектах городской сферы начался с 27 сентября. А во всем остальном жилищном фонде с 1 октября. Вот, соответственно, то есть основная наша задача была, это, ну... Запуститься 27 в детские садики, школы, да? Да, да. А 1 октября у нас уже начались... Полные подключения. Подача теплоносителя уже людям в квартиры, чтобы их согреть и обогреть. Значит, обращаю внимание, вот что пуск начался с первого. Вот основных жителей, которые у нас самые, как говорится, активные в плане того, что они хотят сейчас, они жалуются, они... То есть дозваниваются, говорят, уже запустили, где тепло. Да, да. Вот, значит, пусконаладочные работы проходят 7 дней. То есть в любом случае наши сотрудники открывают краны, задвижки, спускают воздух. То есть основная проблема, которой мы сталкиваемся, это за воздушными системы отопления в МКД. В доме. Да. То есть инженерная коммуникация, где теплоносители у нас циркулируют, происходит воздух. Ну и, соответственно, система не работает. И у людей... У кого-то кто-то в пробке оказался. Утром встал, батареи тёпленькие, а к вечеру холодненькие. Значит, там воздух. Итак, давайте мы сразу скажем нашим уважаемым телезрителям, что 7 дней даётся вашей компании на то, чтобы запустить воду. То есть когда объявляется об этом, это не значит, что сегодня, завтра или даже послезавтра у вас должно обязательно появиться отопление. Но оно должно появиться в последний срок через 7 дней. Да. И вы за этим строго следите. Да. И вы готовы за 7 дней вот эти все, назовем их, воздушные пробки, да, устранить. Ну, для этого есть регламент, да, мы рассчитываем свои силы, и, ну, это же из года в год и происходит. Конечно, да. Это не так, что неожиданно пришло. Мы к этому готовились, весь год готовились. Вот, соответственно, у нас сформированы бригады, аварийные службы. Тоже? Вот, ну, хочу вот сказать, аварийные службы. У нас вот на сегодняшний момент сформированы 4 мобильных оперативно-восстановительных бригады с круглосуточным режимом работы. В состав входит слесаря, сантехники, сварщики, электрики. Это то, что аварийные, то, что они круглые сутки. Ну, давайте мы сразу же, потому что все-таки отопление у нас, это же до того момента, пока оно выключится, вдруг где-то, что называется, батарея не выдержит. Всякое же может случиться. Назовем, куда можно обратиться в случае, вот если с отоплением что-либо происходит. Ну, и, наверное, не только с отоплением. Вот все заявки, заявки, которые, ну, некачественно, то есть, ну, какие-то проблемы, да, проблемы, скажем. То есть обращение в управляющую компанию поступает через ЦДЕ, Центральную диспетчерскую службу. Вот я готов как бы назвать телефон. Давайте назовем. 8-499-575-00-55. И второй телефон 8-800-350-19-66. Также можно заявку отправить через портал ЕДС Московской области, Московской области. Вот. И также через отдел обращения ЛГЖТ и чаты домов. Вот чаты домов работают, кстати? Да. Вот я хотел тоже об этом сказать. И, как бы, такой момент. Значит, на сегодняшний момент, если у нас, вот, я ранее говорил, что у нас 1100, 148 домов, создано где-то порядка сейчас тысячи чатов. А, уже почти во всех домах, да? То есть идет работа. Ну, это же не просто такой, какой-то чат просто собрались. Там, наверное, есть какие-то активисты домов, да? Да. Прежде всего, это активные граждане в этих чатах участвуют. Второе, это, ну, скажем, даже, наверное, основная функция этих чатов, это получать информацию от жителей дома. И эти вот чаты прикреплены к каждому подразделению. Вот ЖО1, ну, с первого по десятый ЖО. Да, то есть человек, который работает, сотрудник нашей организации, следит за этими чатами, он получает информацию. Тут же практически. Да, и передает в единую дисперческую службу или непосредственно уже подразделение ЖО для быстрого решения этой работы. Я понимаю, что даже можно это сделать быстрее, чем дозвониться на телефон. Конечно. На сегодняшний день, чтобы завершить тему отопления, что можно сказать? Везде все хорошо или еще какие-то есть недостатки? На данный момент подача ресурса во все дома есть, как бы, ну... В рабочем порядке. Да, потому что мы же понимаем, как и мы готовились к отопительным сезонам, а жители наши, некоторые, не говорю, что все, делали какие-то ремонты, перепланировки. Где-нибудь что-нибудь заглушили. Да, и бывает, бывает, что происходит там замена отопительных приборов в квартирах, тем самым они препятствуют потом нормальной циркуляции в доме. Вот, кстати, такой важный момент, я думаю, для этого можно как-нибудь отдельно встретиться, поговорить, потому что люди зачастую думают только о себе и могут, особенно те, кто приезжают, новенькие, вдруг решают делать ремонт и... Полностью с вами согласен. А вам потом приходится распиливать это все? Хуже всего, что жители, собственники квартир, да, они нанимают якобы профессионалов. А они не профессионалы. А потом оказывается, что нам было лучше обратиться в управляющую компанию, посоветоваться, пригласить специалистов. Но это когда... Важный момент, то есть вы тоже можете помочь в этом, если люди хотят, ну, я не знаю, там, чугунные батареи поменять на какие-то новые? Мы хотя бы можем, самое элементарное, дать консультацию, как это сделать. Что вот сюда нельзя, а сюда можно. Конечно, но есть расчеты у нас, есть отделы, которые занимаются нагрузками, мы можем рассчитать, потому что некоторые, ну, я вам честно скажу, подсоединяют в систему отопления теплые полы. Да, хотя это, на самом деле, этот вариант не для многоквартирных домов. Ну, понятно, и, наверное, это немножко попахивает все-таки какими-то уже нарушениями. Совершенно верно. И можно даже штраф, да, получить за это. Ну, не будем сейчас на этом останавливаться. Главное, мы делаем вывод, что на сегодняшний день отопительный сезон работает. Давайте мы еще раз повторим номер. Итак, домовые чаты работают, и на них, как мы поняли, реагируют джеу, который входит, да, в состав Люберецкого городского жилищного треста. И телефон, по которому можно позвонить, если вдруг у вас неожиданно батареи стали холодными. И при этом вроде ничего не течет, а такое ощущение, что выключили. Так, еще раз повторяю телефону. 8-4-9-9-5-75-2-0-55. 8-800-350-19-66. Ну, вот сейчас здесь мы сделаем небольшую паузу, а впереди у нас разговор о ремонтах подъездов, о лифтовом хозяйстве, потому что многие тоже по этому поводу переживают. И тоже, если вдруг лифт не работает, ну, у человека начинается, как говорят, сегодня тремор. Поэтому тоже такие наверняка часто обращения. И надо успеть еще поговорить о газовом оборудовании. Тут тоже, кстати, есть такие варианты перепланировок, которые несут за собой внимание просто опасность. Поэтому дождитесь продолжения. У нас в программе главный инженер акционерного общества Люберецкий городской жилищный трест Сергей Евгеньевич Макаров. Продолжение следует. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня говорим о самом дорогом, о квартирах, в которых мы живем. Ну, кстати, не только о квартирах, а садики, магазины, спортивные сооружения. Все то, куда, как мы выяснили, сегодня, слава богу, подается тепло. А если какая-то авария происходит, то телефоны мы называли. Вы можете туда обратиться, и проблема будет решена. В гостях у нас Сергей Евгеньевич Макаров, главный инженер акционерного общества Люберецкий городской жилищный трест. И продолжаем наш разговор. Ремонт подъездов – такая тоже глобальная тема. Честно говоря, когда вы называли цифру домов, ну, подъездов, наверное, если дом один, а подъездов где-то один, а где-то их может быть гораздо больше, как это вообще можно охватить, и как работа в этом направлении идет? Ну, работа, она в любом случае выполняется. То есть, одно из наших обязанностей, задач. Поддержание подъездов в надлежащем состоянии. Да, то есть, есть текущий ремонт, где мы исправляем, потому что очень много вандализма, граффити наносят. И закрашивают. Да, то есть, разные ситуации нехорошие приходится, допустим, там… А как это делается? Это, например, кто-то из, опять же, или в чате, или кто-то просто вам позвонил, либо вы обход какой-то делаете? Путей. А, много, да? Много, да. Потому что информация поступает от разных источников. Но первое – это техники-смотрители, которые у нас делают обход. А, они работают? Конечно, да. Следующее у нас клининг – это уборка подъездов. Соответственно, они сразу же сообщают. И тоже есть какой-то график этой уборки. Конечно, конечно. Вот. И, соответственно, наши жители, которые сообщают или непосредственно это сообщают в подразделения ЖЭО, к которым они прикреплены, ну, или службы, едино-диспетчерской службы. А скажите, а есть красивые граффити? Его все равно закрашивают? Кто определяет, красивые или некрасивые? Да. То есть, не должно быть никакого? Да, потому что есть, вот особенно, знаете, там весной, это очень… Обострение. Обострение. Я люблю тебя, да? Я, кстати, недавно видел, как на асфальте, но помните, у нас «Я тебя люблю», там «Спасибо», очень красивый текст. И его вот люди закрашивают, и ты думаешь, вроде как правильно, а вроде как с лирической точки зрения. Я подтверждаю, у меня точно, вот, честно, я когда увидел, я понимал, что человек влюбленный написал, такую красоту сделал. Но это вандализм. А другие жители сказали, что это нельзя делать. Это его любовь, а не наша. Мы хотим, чтобы здесь был бежевый цвет. Кстати, давайте вот немножко о ремонтах подъездов. Покраска, мы выяснили, что клининг существует, а покраска какая-то, ремонт, может быть, там отвалилось, значит, какое-то, на лестнице какие-то проблемы. Ну, бывает всякое. Кто за это отвечает? Управляющая компания. То есть, где-то там нужно будет поручень исправить, где-то кусочек обвалившейся лестницы, потому что это может привести к определенным последствиям, верно? Конечно. То есть, однозначно, то есть, вот, как я ранее говорил, техники-смотрители делают обследование, и специализированные наши сотрудники уже устраняют. Есть там малярные работы, штукатурные, то есть, электрики, ну... Ну, это текущий ремонт, а капитальный, это немножко другое, мы сегодня о нем не говорим, когда уже дом становится там, да? Да, да. А входные группы еще есть у нас, да? Да, вот, ну, смотрите, я маленькую так приведу статистику такую, ну, скажем, поделюсь информацией. Вот, на 2024 год у нас, на самом деле, было запланировано ремонт подъездов, это в 109 многоквартирных домах. Это 365 подъездов. Значит, в 29 домах МКД выполнено по программе, государственной программе Московской области, формирование современной комфортной городской среды, 105 подъездов. На 1 октября 2024 года она выполнена полностью 100%. Вот, и хочу еще вот такое, как бы, скажем, чуть-чуть отступление, но, не знаю, в целях вот популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей в связи с решением президента Владимира Владимировича Путина, то, что объявлен 2024 год, это годом семьи, да. В связи с этим, в одном из домов, это 3-я почтовая, дом 19, 4 подъезда мы выполнены художественным оформлением по тематике семьи. То есть, там художественная, ну, по этой тематике. То есть, такая правильная, ненавязчивая реклама семейных ценностей, можно так сказать? Это имеется в виду внутри, да, подъезда? Да. Вот это то разрешенное, да, искусство, которое не будут закрашивать? Ну, я надеюсь, не, хотя... Всяко бывает. Всяко бывает, честным сказать. Приходится оборотить. Но в любом случае, мы видим, что не только можно просто, да, стену побелить или там какой-то краской покрасить, но можно подойти к этому именно вот с таким творческим подходом. Что хорошо, и, возможно, это будущее, кстати, потому что наверняка когда-то будет время, когда вот эти панели, скажем, да, они каким-то образом будут еще нам чем-то служить. Ну, мы идем дальше, потому что нам многоквартирный дом подразумевает многоэтажность. Да. А пешком люди у нас не особо любят ходить. Ну, конечно, я тут не намекаю на людей зрелого возраста, но и молодежь любит даже на второй этаж поехать на лифте. Лифтовое хозяйство. Переходим к этой теме, потому что тут очень все сложно. Как у нас с этим делом, как работает лифтовое хозяйство и как идет замена лифту, потому что не все, наверное, знают, что лифт не ставится один раз на всю жизнь. Он меняется. Прошу вас. Ну, первое я вам хочу сказать, что в настоящий момент в АОЛ ГЖТ отсутствуют лифты, отработавшие назначенный срок 25 лет. То есть больше 25 лет лифт нет. У нас таких нет. А когда вы успели это все поменять? Ну, как-то вот получилось так, что мы... Разложили правильно, да, по времени. То есть лифт служит сегодня по закону 25 лет, потом мы должны его разобрать и поставить новый. Совершенно верно, да. То есть у нас служба, которая занимается, ну, соответственно, мы отслеживаем. Ну, это наша работа. Вот. Ну, что я вам хотел сказать? Самое главное. На сегодняшний день у нас 997 штук лифтов. Почти тысячи? Да, почти тысячи. И в том числе у нас есть две подъемные платформы для малогабаритных групп населения. Это вот находится по адресу Побратимов 18, Южная 18. Это то, что возле подъезда, да? Нет, это внутри. А, внутри подъезда. Это для инвалидов. Для инвалидов. Так, хорошо. И они работают. Потому что иногда они есть, но не работают. Они работают, проходят проверку, все как полагается. То есть приходит человек на всякий случай, включает, проверяет. Да. Так. То есть, грубо говоря, мягко выражаясь, как говорили раньше, вся тема лифтового хозяйства обновлена на сегодняшний день. Да. Она не то, что обновлена, она ведется работа по обновлению и улучшению. Потому что сразу мы не можем, это все делается постепенно. И в 2024 году была планируемая замена четырех единиц лифтов в двух домах. Это генеральным подрядчиком было выполнено капитального фонда. Адрес это воинов-интернационалистов, дом 11. Было заменено три лифта. И они запущены. Они работают в штатном режиме. То есть новые лифты. Вот. И ожидается еще в этом году в Московской дом 7 подрядчика ждет оборудование. То есть как оборудование поступает к нему, они начинают выполнять работу. Оборудование как-то идет. Да. То есть не влияет сейчас санкционный режим, то есть лифтовое хозяйство получает все необходимое. Ну, как наша страна, мы уже настроились и перестроились. Потому что нам нужно жить, нам надо работать. А вот эти, можно такой вопрос, новые лифты, которые появились в городе, когда старые, он уже как бы работает, какие-то поломки могут быть. А новые же тоже так проверяются они каким-то образом особо специально, пока они войдут уже в какую-то систему. Однозначно. То есть там служба, которая... И у нас подрядчик, который занимается непосредственно обслуживанием этих лифтов, там происходит обкатка лифтов. Там целая процедура. Целая процедура. Хорошо. Хорошо. В общем, можно подчеркнуть, что в этом направлении и жалоб, наверное, меньше стало. Да? Или есть еще жалобы? Ну, они всегда есть. Но я вам хотел еще сказать, что в 2025 году запланировано по программе капитального ремонта будет еще 5 единиц меняться. Это лифтов. 5 аппаратов. Да, и лифтового оборудования. Это вот Октябрьский 292, один лифт. И Парково 4, 4 лифта будет меняться. Да, а вот то, что вы говорите, лучше хуже стало, я могу... Единственное, вот есть статистика у нас такая, значит, за предыдущий год у нас уменьшилось... Количество обращений. ...о неисправности лифтового оборудования на 13%. Это хорошо. Да. Вот. В этом году сделана модернизация системы диспетчеризации лифтового оборудования. Вот. Ну, то есть работа ведется. А, ну, потому что даже новый лифт может вдруг почему-то остановиться. Кстати, тут тоже нужно отметить, не забыть, что еще отношения граждан иногда нерадивы. Ты вот приходишь в подъезд, честно говоря, иногда увидишь столько окурков, что удивляешься, как этот лифт вообще еще работает. Ты не сгорел. Я хочу добавить, на самом деле, лифт это как любая машина, ей нужно правильно пользоваться. Да. Вот. Самое у нас распространенное – это перегруз. То есть люди, бывает, перевозят вещи, особенно когда ремонты происходят. Это, ну, я вам честно скажу, катастрофа. То есть нет понимания, сколько должно быть находиться. Понятно. Вот поэтому иногда надо считать, что там написано, сколько человек туда летит. Ну, хорошо. Идем дальше. У нас мало времени остается. А мы еще хотели поговорить о газовом оборудовании, о системе вентиляции, вот об этих важных вопросах. Почему? Потому что, мне кажется, ну, мы видим в последнее время, да, в информационном пространстве массу сообщений о неприятных, мягко говоря, ситуациях, когда газ, там, вплоть до взрывов в квартирах происходит. Поэтому это очень важный такой момент. Что в этом направлении вами делается? Как вы контролируете эту ситуацию? И можно ли сказать, что у нас с газовым оборудованием все хорошо? Ну, я начну с того, что вот Люберецкий городской жилищный трест является управляющей организацией, и в обслуживании которого находится, я повторюсь, 1148 домов. 800 домов газофицировано. Значит, 84 МКД находится у нас с электроплитами, 167 с АОГВ, 395 с газовыми колонками и 800 с газовыми плитами. То есть, варианты любые. Да, я вам вот специально эту статистику вот сказал. Это интересно. Да, потому что на самом деле, то есть, газ, он присутствует, очень присутствует. Как часто мы сталкиваемся с проблемами, ваша служба сталкивается, и с какими? Первое, это приостановка подачи газа, она вот происходит, это вот, ну, самое элементарное, самое, скажем, не элементарное, а распространенная такая ситуация. Это отсутствуют тяги в дымоходах, в вентиляционных каналах помещения. Жители наши, скажем, не всегда, особенно когда делают обновления, то есть, пластиковые окна устанавливают, когда есть в квартире газовое оборудование, надо обязательно устанавливать приточные клапана на окнах, чтобы воздух всегда поступал, чтобы приток, чтобы система вентиляции работала. А тогда она не будет работать? Не будет, это, я вам скажу, ну, самое, ну, чтобы доходчиво это было, это русская печка. Да, там же нет. Если тяги нету, она не будет функционировать. Также газовые колонки, плиты, это вот все то же самое. Давайте мы еще раз напомним, как обратиться можно в вашу службу, ну, и у вас есть возможность обратиться ко всем гражданам нашим. Ну, первое, я еще раз продиктую, телефоны круглосуточные центральной диспетчерской службы, это телефон 8 499 575 055. Также телефон 8 800 350 19 66. И есть телефон, вот, прошу прямо его записать, и я хочу сказать, на всех информационных досках, которые размещены у нас в подъездах на первых этажах, там также телефон найти есть. Телефон 8 495 122 4004. Это справочная Мособлгаза. Офис у них находится в городе Люберца, улица Котельническая, дом 14. Там же можно получить консультацию, там же можно приобрести газовые колонки, оборудование. В общем, все вопросы решить. Да, обязательно. Ну, и ваше обращение ко всем гражданам, Фашу? Ну, всем гражданам хотел, конечно, сказать огромное спасибо, и то, что вы пользуетесь нашими чатами, вот, прошу, ну, конструктивно давать информацию, если даже вы передаете какую-то информацию, желательно с адресами, потому что... Чтобы быстрее решать вопросы. Ну, бывают случаи такие, что прислали там чат-фотографию, что-то, а вот иногда непонятно, да, или к нам в офис управляющей компании, то есть люди пишут, а конкретики нет, нам нужна конкретика, вот, нам просто быстрее это реоперативно решить. Так. Вот, также я, ну, скажем, в заключении нашей, наверное, беседы, хотел сказать, пользуясь случаем, хочу сказать и выразить слова благодарности своим коллегам, сотрудникам АОЛГЖТ за совместный труд, сплоченный коллектив и всем подразделениям нашей организации. Также выразить признательность и сказать спасибо администрации городского округа во главе с Владимиром Михайловичем Волком за помощь жителям и организации проведения работ по улучшению качества проживания жителей нашего округа. Главное, спасибо и вам, хорошей вам работы, меньше аварий, чтобы все удавалось решить быстро и чтобы весь сезон, а он круглосуточный и круглогодичный, прошел на ура. Главный инженер Акционерного общества Ливерецкий городской жилищной трест Сергей Евгеньевич Макаров был гостем нашей сегодняшней программы, а программа называется «Открытый диалог». Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин